Привет ребята! Сегодня на обзоре мини ратлин от компании Джакал. Модель называется Тимон Тэп Дансер. Это одновременно уникальная и необычная приманка. Мини ратлин тонущий. В длину этот кроха составляет всего лишь 31 миллиметр и вес 3,7 грамма. Позволяет облавливать благодаря тому, что он тонущий как придонные слои, так возможна эпилогическая проводка в толще воды и по поверхности. Все это варьирует со скоростью проводки. Вес приманки с твистером 3,7 грамма. Заявленное производителем 3,7 грамма совпадает. Это совсем маленький ратлин кроха. Изначально был спроектирован для ловли ария прудовой форели японцами. Имеет несколько интересных особенностей. Во-первых, это тихая приманка, что подходит для ловли пассивной рыбы. А форель часто бывает очень капризна, поэтому то, что приманка тихая, это только является плюсом. В передней части имеется треугольный грузик, статично зафиксирован. За счет этого центр тяжести смещен вперед и на проводке ратлин занимает положение носом вниз, чем напоминает кормящуюся рыбку. Приманка оснащена безбородыми крючками, что на первый взгляд многим покажется нерациональным, но при этом за счет того, что крючки безбородые позволяют использовать данную приманку на соревнованиях, не нужно переоснащать. И во-вторых, крючки ориентированы под девами назад, соответственно уменьшается количество зацепов при придонной проводке. Выпускается в девяти интересных расцветках, естественно розовые, различные блестящие, то что нравится форели и интересные такие расцветки, которые светятся в темноте, так называемые глоу-рассветки. Приманка отлично зарекомендовала себя и по ловле нашего хищника, будь то окушок, галавль, даже благодаря маленькому размеру и мирная рыба отлично реагирует. При таком компактном размере вес приманки 3,7 грамм позволяет забросить этого малыша довольно далеко, то есть приманка обладает хорошей дальностью заброса. Также отлично себя зарекомендовала при подлёдном лове нашего окуня, некрупной щучки, ну и той же форели, для которой соответственно и была спроектирована приманка. На проводке совершает дугообразные движения вперед головой, подыгрывает. И самое что интересное, на паузе, опускаясь на дно, занимает строго, чёткое, стабильно, не заваливаясь положение, мордочкой вниз. Словно малёк, который кормится в придонном слое. И благодаря таким маленьким потяжечкам, можно протягивать его по дну. Удаётся соблазнить самую-самую пассивную рыбу. Ту же форель, только на запуске она активна, потом опускается в придонный слой, стоит и ждёт. Чем вы её можете удивить? Вот эта приманка, она классная в данной ситуации. Отлично себя зарекомендовала при подлёдном лове. Причём попадаются довольно приличные экземпляры окуня. До 300 грамм попадались мне. Сделал я вот такую подсадку силиконовую на задний крючочек. Что является дополнительным фактором привлечения пассивного хищника. Отличная приманка. Цена в районе 600 с небольшим рублей вполне оправдана. Пластик довольно крепкий. Покрытие такое полупрозрачное, светящееся в темноте. Крепко сбитая приманка. С хорошими полётными свойствами. И стабильной игрой. Возможно как пилогическая проводка. Так как я говорил и придонная. И проводка по поверхности. Интересная приманка. От японской компании Джакал. Всем спасибо за внимание. Обзор подготовлен по заказу F-магазин.